1 июля – заключительный день голосования за поправки в Конституцию. Для удобства избирателей этот день сделали выходным, сохранением заработной платы. Впрочем, многие уже проголосовали. Это можно было сделать, начиная с 25 июня. Неделя на голосование нужна была для того, чтобы на участках не собиралось сразу много людей. Опасность коронавируса пока еще никто не отменял. Предостеречь избирателей помогают и другие меры. Дезинфицирующий коврик на входе, использование масок, перчаток и соблюдение личной дистанции. Кроме того, проголосовав досрочно, можно себе сделать полноценный внеплановый выходной, каким официально стало 1 июля. Не откладывать дело на последний день решило 10 тысяч десногорцев. Столько горожан посетили избирательные участки за 6 дней их работы. Больше всего шли именно жители домов из квартир. Общежитие голосуют всегда очень плохо, явка всегда наименьшая. Ну а так, по возрасту, если смотреть, то в основном голосуют люди старше 50. 1 июля за два первых часа работы избирательных участков с 8 до 10 часов утра проголосовало более 600 человек. Среди них и те, кто не смог самостоятельно прийти на участок. В этом случае сотрудники комиссии и наблюдатель выезжают к избирателю на дом. Вот мы приезжаем, у них заболевание. У кого со спиной проблемы, у кого с ногами проблемы, кто-то даже лежачий. Основной наплыв в этот день ожидается ближе к вечеру. А уже после закрытия участков в 20.00 начнется подведение итогов. У участковой избирательной комиссии, на той же, которой мы находимся здесь, проводится подсчет голосов, поданных за поправки, против, или там бюллетени могут быть испорчены. Вся эта информация затем идет в территориальную избирательную комиссию, где соответствующие составляются протоколы. И затем я вместе с вторым территориальной избирательной комиссией выезжаем в город Смоленск и передаем эти данные избирательной комиссии Смоленской области. Опубликование официальных итогов голосования состоится в течение трех дней после закрытия избирательных участков. О них будет сообщено в средствах массовой информации.